Поведал некоторый старец. Была девица очень преклонных лет, преуспевшая в страхе Божьем. Я спросил ее, что привело ее к монашескому жительству. Она, прерывая слова воздыханиями, рассказала мне следующее. Мои родители, достовожаемый муж, скончались, когда я находилась в детском возрасте. Отец был скромный и тихого нрава, но слабого и болезненного телосложения. Он жил столько погруженный в заботу о своем спасении, что едва кто изредка видел его из жителей одного с ним в селении. Если иногда он чувствовал себя поздоровее, то приносил в дом плоды трудов своих. Большую же часть времени он проводил в посте и в страданиях. Молчаливость его была такова, что незнавшие могли счесть его немым. Напротив того, мать моя вела жизнь, рассеянную в высшей степени и столько развратную, что подобной ей женщины не было во всей стране. Она была столько обильна в речах, что, казалось, все существо ее составлял один язык. Беспрестанно она затевала ссоры со всеми, проводила время в пьянстве с самыми невоздержными мужчинами. Она расточила все принадлежавшее дому, весьма значительное имущество не удовлетворяло нуждам нашим, а ей было передано отцом распоряжение домом. Столько злоупотребляла она телом своим, оскверняя его нечистотами, что немногие из этого селения могли избежать блудного совокупления с нею. Она никогда не подвергалась никакой малейшей боли, но со дня рождения и до старости пользовалась совершенным здоровьем. Так текла жизнь родителей моих. Отец мой, истомленный, продолжительной болезнью, скончался. Едва он скончался, как помрачился воздух, пошел дождь, засверкала молния, загремел гром. В течение трех дней и трех ночей непрестанно продолжался ливень. По причине такой непогоды замедлилось его погребение на три дня, так что жители села покачивали головой и, удивляясь, говорили, этот человек столько был неприятен Богу, что даже земля не принимает его для погребения. Но чтоб тело его не предалось разрушению в самом доме и тем не сделалось невозможным пребывание в нем, похоронили его кое-как, несмотря на то, что непогода и дождь не переставали. Мать моя, получивши большую свободу по смерти отца, с большим иступлением предалась злоупотреблению телом и, сделав дом наш домом разврата, проводила жизнь в величайшей роскоши и увеселениях. Когда настала смерть ее, то она сподобилась великолепного погребения. Самый воздух, казалось, принял участие в провождении тела ее. По кончине ее, по кончине ее, я осталась в отроческих летах, и уже телесные вожделения начали действовать во мне. Однажды вечером я начала размышлять, чью жизнь избрать мне в образец подражания отца ли, который жил скромно, тихо и воздержанно, но во всю жизнь свою не видел ничего доброго для себя, всю ее провел в болезни и печали, а когда скончался, то земля даже не принимала тело его. Если бы такое жительство благоприятно было Богу, то по какой причине отец мой, избравший это жительство, подвергся таликим бедствиям? Лучше жить, как жила мать, сказала мне помышление мое, предаться вожделению, роскоши, плотскому сладострастию. Ведь мать моя не упустила никакого скверного дела, она провела всю жизнь свою в пьянстве, пользуясь здоровьем и счастьем. Что же, мне следует жить, как жила мать? Лучше верить собственным глазам и тому, что очевидно. Лучше наслаждаться всем, нежели верить невидимому и отказываться от всего. Когда я, каянная, согласилась в душе моей избрать жизнь, подобную жизни матери моей, настала ночь, и я уснула. Во сне предстал мне некто высокой ростом, взором страшный, грозно взглянул на меня. Гневно и строго спросил он у меня, исповедуй мне помышление сердца твоего. Я, испугавшись его, не смелый взглянуть на него. Еще более громким голосом повторил он приказание, чтобы я исповедала, какое жительство мне понравилось. Растерявшись от страха и забыв все помышления мои, я сказала, что не имела никаких помышлений, но он напомнил мне все, о чем я размышляла, в тайне душе моей. Обличенная, я обратилась к просьбам, умоляя его даровать мне прощение, и объяснила причину этих помышлений. Он сказал мне, поди и увядай обоих, и отца и мать твоих, потом избери жизнь по желанию твоему. С этими словами он схватил меня за руку, повлек. Привел он меня на большое поле красоты неизреченной, со многими садами и плодовитыми разнообразными древами, ввел меня в эти сады. Там встретил меня отец, обнял, поцеловал, назвал своей дочерью. Я заключила его в объятия своей и просила, чтобы не остаться с ним. Он отвечал, ныне это невозможно, но если последуешь стопам моим, то придешь сюда по прошествии непродолжительного времени. Когда я опять начала просить о том, чтобы остаться, показывавший мне видение, снова схватил меня за руку, повлек и сказал, поди, я покажу тебе и мать твою, как горит она в огне, чтобы знать тебе по жизни которого из родителей твоих направить жизнь твою. Поставив меня в дому мрачном и темном, где живет, скрежет зубов и горе, он показал мне печь, горящую огнем и кипящую смолу. Какие-то страшилища стояли у устья печи. Я взглянула во внутренность печи и увидела в ней мать мою. Она погрязла по шею в огне, скрежетала зубами, горела огнем. Тяжкий смрад разливался от червя неусыпающего. Увидев меня, она воскликнула с рыданием, назвала дочерью. Увы мне, дочь моя! Страдания эти — последствия собственных дел моих. В издержании все добродетели казались мне достойными посмеяния. Я думала, что жизнь моя в сладострасти и разврате никогда не кончится. Пьянство и объедение я не признавала грехами. И вот, я наследовала гиену, подверглась этим казням за краткое наслаждение грехами. За ничтожное веселье расплачиваюсь страшными муками. Вот какую получаю награду за презрение Бога. Объяли меня всевозможные бесконечные бедствия. Ныне время помощи. Ныне вспомни, что ты вскормлена грудью моею. Ныне воздай мне, если ты получила от меня когда-либо что-либо. Умилосердись надо мною. Жжет меня этот огонь, но не сжигает. Умилосердись надо мною. Меня снедает отчаяние в этих муках. Умилосердись надо мною, дочь моя. Подай мне руку твою и выведи меня из этого места. Когда я отказывалась это сделать, боясь тех страшных стражей, которые тут стояли, она снова начала вопить со слезами. Дочь моя, помоги мне. Не презри плача твоей родной матери. Вспомни болезни мои в день рождения твоего. Не презри меня. Погибаю в огне гиенском. Ее вопль извлек у меня слезы. Я также начала стенать и спускать вопли и рыдания. Эти вопли и рыдания разбудили моих домашних. Они достали огня и спрашивали меня о причине столь громкого стенания. Я поведала им видение мое. Тогда я избрала последовать жизни отца моего, будучи удостоверенно по милосердию Божию, какие муки уготованы для произволяющих проводить порочную жизнь. Поведал старец епископу некоторого города, возвестили, что из числа замужних жен христианок две ведут развратную жизнь. Опечалило епископа это известие. Подозревая, что, может быть, и другие ведут себя подобным образом, он обратился с молитвою к Богу, прося разрешения недоумению, чего и удостоился. После божественного страшного жертвоприношения, когда присутствовавшие приступали один за другим к принятию святых тайн, епископ видел на лице каждого состояния души его, каким она подвержена грехам. Лица грешных мужей видел он черными, как бы выгревшими от зноя, глаза у них были красные, кровавые. У других людей были лица светлые, а одежды яркой белизны. Тело Господа одних, принимавших его, сожигало и опаляло, других просвещало, соделывало подобным свету. Входя в уста, оно разливало свет по всему телу. Между этими мужами были и пустынножители, и проводившие жизнь супружескую. После мужчин начали приступать женщины, и между ними увидел епископ одних с черными лицами, с красными кровавыми глазами, других с лицами белыми и светлыми. Между прочими женами подошли и те две, которые были обвинены пред епископом. Тем больше обратил он на них внимание. Он увидел, что они приступают к святому таинству с светлыми и честными лицами, облеченные в мантии необыкновенной белизны. Когда они сделались причастницами таинства Христова, то как бы осветил их свет. Снова обратился епископ к молитве, умоляя Бога о объяснении, показанного ему в Откровении. Ему предстал ангел Господен и повелел о всем предложить себе вопросы. Святой епископ немедленно спросил о двух женщинах, справедливо или несправедливо они были обвинены. Ангел отвечал, что все сказанное о них сказано верно. Тогда епископ возразил ангелу, каким же образом, когда они причащались тела Христова, лица их сияли, на них были белые мантии, и от всего образа их исходил немалый свет. Ангел сказал по той причине, что они раскаялись в поступках своих и отступили от них. Они посредством слез, воздыханий и исповеди соделались достойными божественного дара. Вдобавок дали обещание, если получат прощение в прежних грехах, никогда не позволять себе порочного поведения. За это они удостоились божественного изменения, разрешены от грехов, от сели живут воздержанно, благочестно и праведно. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Стихи 24-25 Господь побуждает учеников к бодрствованию. Замечайте и говорит, что слушайте, не опускайте ничего сказанного мною. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам. То есть в какой мере вы внимательны, в такой мере получите и пользу. Тому слушателю, который внимателен всегда и при том в высшей степени, воздаст Бог и награду великую. А медлительному человеку соразмерная будет и прибыль вознаграждения. Кто будет иметь ревность и усердие, тому дастся и награда. А кто не имеет ревности и усердия, у того взято будет и то, что он думает иметь. Ибо по причине лености гаснет в нем и та малая искра, которую он прежде имел. Подобно как от усердия она выжигается. Стихи 26-29 И сказал Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и испит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Под царством Божиим разумеет Божие смотрение нас. Человек есть сам Бог, сделавшийся ради нас человеком. Он бросил семя в землю, то есть евангельскую проповедь. Бросив его, он спит, то есть вошел на небеса. Впрочем, он и встает ночью и днем, ибо хотя Бог, по-видимому, и спит, то есть долго терпит, но он восстает. Восстает ночью, когда посредством искушений возбуждает нас к познанию его. Восстает днем, когда наполняет нашу жизнь радостями и утешениями. Семя растет, как будто без ведома его, потому что мы свободны, и от нашей воли зависит, расти или не расти этому семени. Не поневоле приносим плод, но добровольно. То есть приносим плод от самих себя. Сначала, когда бываем младенцами, еще не достигшими в меру возраста Христова, мы произращаем зелень, показываем начаток добра. Потом колос, когда бываем уже в состоянии противостатия и искушениям, ибо колос связывается уже коленцами, стоит прямо и достиг уже большего развития. Затем образуется в колосе полное зерно. Но это тогда, когда кто приносит плод совершенства. Когда же настанет жатва, тогда серп собирает плоды. Серп этот есть Слово Божие, а жатва — время кончины. Стихи 30-34. И сказал, чему подобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им Слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Мало Слово веры, потому что следует только уверовать во Христа, и ты спасешься. Видишь, что Слово сие столь же мало, как и горчичное зерно. Посеянное на землю проповедь Слова расширилась и разрослась, так что на ней покоятся птицы небесные. То есть все люди с выспренним и горним умом и знанием. В самом деле, сколько мудрых упокоилось на этой проповеди, оставив фейлинскую мудрость. Таким образом, проповедь сделалась больше всего и пустила великие ветви, ибо апостолы, как ветви, разошлись. Один в Рим, другой в Индию, прочие же в другие страны земли. Господь говорит народу многими притчами, предлагая притчи сообразны с состоянием слушателей. Поскольку народ был прост и не учен, то поэтому напоминает ему о горчичном зерне, о траве и семени, дабы известными ему и обыкновенными предметами научить его чему-либо полезному или заставить его подойти и спросить, и по вопросе разуметь непонятное. Так ученикам объяснял он все наедине, поскольку они прямо приступали к нему и спрашивали. Объяснял же все только такое, о чем они спрашивали и чего не знали, а они вообще все даже и ясны. Ибо когда уразумевали то, о чем спрашивали, то из того становилось ясно для них и другое, и таким образом разрешалось для них все. В подвижничество есть Матерь Святыни, от Него происходит первое изведание ощущения тайн Христовых, что называется первую степенью духовного познания. Душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетовается с духами святых. Доброту целомудрия Твоего угладь слезами, постами и уединенным безмолвием. Малая скорбь ради Бога лучше великого дела, совершаемого без скорби, потому что произвольная скорбь показывает опыт веры в любви, а дело покоя бывает следствием усыпления совести. Поэтому святые из любви Христовой показали себя благоискусными в скорбях, а не в прохладе, потому что совершаемые без труда есть правда людей мирских, которые творят милостыню из внешнего, сами же в себе ничего не приобретают. Но ты, подвижник и подражатель страданиям Христовым, подвизайся сам в себе, чтобы сподобиться тебе вкусить славы Христовой. «Ибо если с Христом страждем, то с Ним и прославимся» Послание к Римлянам, глава 8, стих 17. «Ум не прославится с Иисусом, если тело не страждет за Христа. Наконец, кто не брежет о славе человеческой, тот сподобляется славы Божией, и вместе с душою прославляется и тело Его. Ибо слава тела есть покорность целомудрия при помощи Божией, а слава ума есть истинное умозрение о Боге». Истинная покорность двояка – в делах и в поношении. Посему, когда страждет тело, состраждет с Ним и сердце. Если не знаешь Бога, невозможно возбудиться в тебе любви к Нему. Невозможешь возлюбить Бога, если не узришь Его. А видение Бога есть следствие познания Его, потому что созерцание Его не предшествует веденью Его. Сподоби меня, Господи, познать и возлюбить Тебя не тем веденьем, какое приобретается через упражнение с расточением ума, но сподоби меня того веденья, в котором ум, созерцая Тебя, прославляет естество Твое в созерцании, похищающем у мысли ощущения мира. Сподоби меня возвыситься над зрением воли, порождающей мечтания, и узреть Тебя, связуемого крестными узами, в этой второй части распятия ума, который свободно от влияния на него умопредставлений, упокоивается в непрестанном, приестественном созерцании Тебя. Соделай, чтобы возрастала во мне любовь к Тебе, и чтобы, идя во след любви Твоей, оставить мне мир сей. Возбуди во мне разумение и смирение Твоего, с которым пожил Ты в мире, в этой обители, которую понес Ты на себе, заимствовав от членов наших припоследствии Святой Девы, чтобы в непрестанном и незабвенном всем пометовании с наслаждением воспринять мне смирение естества Своего. Два есть способа взойти на крест. Один – распятие тела, а другой – вхождение в созерцание. Первый бывает следствием освобождения от страстей, а второй – следствием действенности дел Духа. Ум не покоряется, если не покорится ему тело. Царство ума – есть распятие тела, и ум Богу не покоряется, если свобода не покорена разум. Трудно что-либо преподать еще новоначальному и младенцу возрастом. «Горе тебе, Гради, в нем же царь твой юн». Книга Экклезиаста, глава 10, стих 16. «Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, что покорилось Ему. Все». «Кто познал себя, тому дается ведение всего, потому что познать себя есть полнота ведения о всем, и в подчинении души твоей подчинится тебе все. «В то время как смирение воцаряется в житии твоем, покоряется тебе душа твоя, а с нею покоряется тебе все, потому что в сердце твоем рождается мир Божий. Но пока ты вне Его, не только страсти, но и обстоятельства будут непрестанно преследовать тебя». Подлинно, Господи, если не смиряемся, Ты не пристаешь смирять нас. «Истинное смирение есть порождение ведения, а истинное ведение есть порождение искушений». Слово одиннадцатое. О зерне горчичном. Есть таинство в слове о зерне горчичном, как сказали отцы, чтобы возбудить нас и следовать значение его, судя по тому, что о нем написано. «Подобно есть Царствие Небесное, зерну горушечну. Ежевзем человек всея на селе своем, ежемалийше убы есть от всех семен, як даже возрастет, более всех зелий есть, и бывает древо, якой прийти птицам небесным и витати на ветвях его». Таково зерно горчичное. Таковы добрые свойства его. И Господь, выставляя их, желая, чтобы человек подражал ему во всем его, во всем, что сказал о нем. Сказав, что оно малейше есть от всех семен, он внушает нам смиренно мудрее, чтобы мы ставили себя ниже всякого человека. Говоря, что оно стало совершенно, возросло, напоминает о кротости и долготерпении. Что оно огненного цвета, напоминает о чистоте, чтобы не иметь никакой скверны во плоти. Что внутреннее его горько внушает ненависть к страстям, ибо горько тем, кои желают мира. Что приятное действие его на вкус не обнаруживается, если не разжевать его и не растереть, это говорит о злострадании, озлоблении плоти лишениями. Когда же кто растирает его, оно кусает глаза, это напоминает о прискорбности деланий или подвижнических трудов. Употребляют его на то, чтобы намазывать им горчицу из него омертвелые члены, чтобы они не попортились. Уразумеем же значение его и будем последовать свойствам его, и члены свои, повредившиеся, намажем им, чтобы не попортились и не закишели червями. Ибо это и есть вычеловечивать, воображать в себе Господа Иисуса, чтобы заботиться по силе нашей и настроить себя для него, по нему, по свойству горчичного зерна, испытывая себя самих, от зерна ли мы онного и смы или нет, от устроения ли его и смиреносердия его, от стертости ли его в порошок, от горькости ли его, от вкуса ли его. Милости же Божией, есть дело исполнить нас силой на сие по воле его. Его слава, Отца и Сына и Святого Духа, вовеки. Аминь.